Приветствую! В трейдинге огромное количество инструментов технического анализа. Со своей командой трейдеров я перепробовал более сотни различных вариантов и в этом видео расскажу о главных инструментах, которые я использую в активном трейдинге. В свое время у меня ушло очень много как временных, так и денежных ресурсов на то, чтобы исследовать эффективность возможных индикаторов, осцилляторов, формаций и паттернов. И далее я расскажу на каких именно инструментах теханализа я остановился. Ставьте лайк, если вам интересно больше узнать о теханализе. Напишите в комментариях, какие инструменты теханализа используете вы и какова их эффективность, а я с удовольствием почитаю. В том или ином виде инструменты технического анализа применяются всеми трейдерами. Многие используют огромное количество индикаторов и осцилляторов, которые только есть в природе. Даже если говорить только о японских свечах и различных формациях, то существует целая книжка, которая называется «Японские свечи», и в ней более 200 различных конструкций. Белые вороны, черные солдаты и так далее и тому подобное. Все это было написано давно и для американского рынка. На нашем рынке это уже практически не работает. Максимум 1-2 конструкции из данных работ. То, что работает сейчас на российском рынке, в книгах, к сожалению, не описано. Поэтому нужно нарабатывать собственный опыт в торговле. Для этого необходимо замечать закономерности, их фиксировать, зарисовывать, описывать и впоследствии многократно проверять на рынке, в том числе и на своих деньгах. И в итоге только те закономерности, которые показывают лучшую повторяемость и эффективность, следует использовать в своей торговой системе. Для меня и моих ребят главным инструментом технического анализа являются не просто японские свечи, а их совокупность – конструкции друг с другом в разных временных масштабах. Такие свечные закономерности называются формациями. И как раз таки формации являются моим главным инструментом технического анализа. Ключевым инструментом технического анализа, который я использую вместе с своей командой трейдеров, также относится такой инструмент, как объем. Именно объем свечи, то есть оборот сделок в одной японской свече. Я внимательно смотрю на объемы на разных таймфреймах, но чаще всего это трехминутки, пяти минутки, если речь идет о внутридневной торговле, либо часовики, четырехчасовики, дневки, если речь о междудневной торговле. Объем очень важен. Один из моих первых учителей по трейдингу говорил, есть такие понятия, как интервенция крупного капитала и эвакуация крупного капитала. Это значит, что если японские свечи идут вверх на объеме, вероятность того, что в рынок заходит крупный игрок, высока. В свою очередь это говорит нам о том, что на рынке появляется тенденция или тренд. А это значит, что в такую тенденцию можно заходить и зарабатывать и инвесторам, и трейдерам. Особенно, если они удерживают позиции не только несколько часов, но и несколько дней, даже недель. Хорошим примером такой интервенции является сильнейшее трендовое движение с явным вливанием крупного капитала в конце 2019-го, начале 2020-го года. Эвакуация крупного капитала – это обратное явление. При эвакуации происходит отток денежных средств в связи с внешнеэкономическими событиями или внутристрановым негативом. Также при таком движении на большом объеме свечи увеличиваются в размере. Также эвакуацию могут спровоцировать различные форс-мажорные ситуации и обстоятельства, к которым относятся различные международные кризисы и такое явление, как коронавирус. В таких ситуациях рынки падают, потому что производится фиксация прибыли, эвакуируется крупный капитал из фондовых рынков, и на этом происходит сильный просад. Эвакуация крупного капитала сообщает как раз-таки объем, который вырисовывается на той или иной свечке на различных таймфреймах. Если свечи начинают увеличиваться в размере, и это происходит на повышенном объеме, значит пошла движуха. А если движуха пошла, то она быстро не останавливается, потому что у рынка есть такое понятие, как инерция. Как правило, такие сильные движения быстро не останавливаются, и это отличная возможность заработать. Объем очень помогает принимать правильные торговые решения. Также к инструментам технического анализа относятся различные индикаторы, такие как, например, скользящие средние, которые при правильных настройках очень хорошо себя показывают на трендовом рынке. Многие трейдеры используют скользящие средние не столько для принятия решения об открытии позиций, сколько для принятия решения об удержании ранее открытой позиции. Поэтому, если пошло трендовое движение в связи с озвученными ранее обстоятельствами, и вы находитесь в хорошей позиции, то нужно максимизировать профит. Для внутридневного трейдера в качестве инструмента максимизации прибыли используется каскад заявок. Для трейдера, чья торговая система рассчитана на удержание позиции более одного дня, неплохо помогает как раз-таки индикатор скользящий средний. Этот индикатор показывает, что движение идет и продолжается, и пока не произойдет пересечение скользящих средних, закрывать позицию не имеет смысла. Таким образом, можно было взять и 10, и 20, и даже 25 тысяч пунктов на контракт на фьючерс на индекс РТС осенью-зимой 2019 года. Еще одним интересным индикатором является Relative Straight Index, он же RSI, который показывает точки разворота в волатильных боковых движениях на очень волатильных инструментах. К таким инструментам относятся в первую очередь нефть, а также Газпром и Сбербанк. Очень часто другие инструменты также являются волатильными. Данный индикатор хорошо показывает перекупленность в рамках боковика, когда индикатор подходит к верхней границе и уходит выше 80 пунктов по RSI. О перепроданности же RSI сигнализирует при уходе индикатора ниже 20 пунктов. Когда на рынке перекупленность и есть при этом сигналы на покупку по формациям, я и мои трейдеры стараемся быть очень осторожными, так как в таких случаях возникают риски, что формация не отработает из-за общей перекупленности. Аналогично, когда рынок перепродан, мы также предпочитаем быть очень осторожными шортами на трендовом рынке. Индикатор RSI, как и скользящие средние, в первую очередь используется не для открытия позиции, а для фиксации ранее открытой позиции. То есть сделка удерживается и закрывается постепенно, до тех пор, пока рынок не придет в стадию перекупленности, либо перепродности. Данный индикатор очень хорошо помогает тем трейдерам, которые сами пока еще не умеют определить состояние рынка. В компании мы с трейдерами также тестировали многие другие популярные индикаторы и осцилляторы. И некоторые из них вполне могут использоваться как часть эффективной системы для дополнительного косвенного подтверждения правильности принятия решения. О других индикаторах мы еще поговорим в других видео, поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и в комментариях к видео пишите, какие индикаторы используете именно вы и какие хотите, чтобы я разобрал в последующих видео. Если же вы только начинаете свой путь в мире трейдинга, по данным видео вы найдете ссылку на бесплатный видеокурс «Как зарабатывать на чтении графиков». Изучайте его и действуйте грамотно. Успехов на рынке! До встречи!